Музыка Я вот сейчас Зоя Владимировна сказала, приходите, поприсутствуйте, поскольку это проблема наших граждан республики, пожалуйста, приходите. Но ее нет. Если вы подъедете, я буду только рада. Я вообще приехала, Александр Владимирович, и мы с группой депутатов приехали для того, чтобы вообще прояснить ситуацию, что там за проблема. То есть только для того, чтобы, условно говоря, есть обращение граждан, мы приехали, обсуждаем. Если необходимость дальше будет встреча с вами, обязательно встретимся. И не только с вами. Я думаю, здесь как бы работают и надзорные органы в том числе. Хочу вникнуть вообще в проблему, что здесь происходит. Депутат народного курала от Коммунистической партии. Асан Борисович Кузьминов, депутат народного курала от партии «Единая Россия». Бембеева, Мегригоряевна, депутат народного курала от партии «КРПРФ». Ибакина согласна Александром. Это у нас «Единая Россия». Она сегодня является руководителем недавно образованного комитета поддержки Владимира 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 Путина. И я так вообще слухой, вы все меня знаете. Цель нашей поездки – это промониторить проблему, вникнуть проблему, найти пути решения. Ну, естественно, все в правовом русле. Вот так вот. И немного, естественно, поговорить о ситуации в хозяйстве. Как у нас уже был репортаж про Чарчаево, да? Какой проблем был сообщаево, в том числе и об этом. Но мы так понимаем, что основная проблема у вас – это проблема с землей. Недавно Максим приезжал. Мы эту проблему видели. Стали изучать документы вне как и приехали послушать вас. И с помощью депутатской группы, международной группы, с помощью комитета по поддержке Путина. Дудумаю, как-то будем стараться вам помочь. Ну, наверное, выступят сначала Слава Мутаевича, да? Ну, здесь мы представители как бы и не за белых, и не за правых, и так там, не красных или белых, да? Мы хотим, чтобы у нас за ревном наконец-то мир и согласие, да? И все это, ну, росторжествовало, да? И все это, вот, пресловутый земельный вопрос, он все, я думаю, отношения попортил, да? Я не знаю, почему. Просто, ну, когда-нибудь эта ситуация вообще должна была сложиться, что… Это же, как бы, безболезненно, она же не проходит, как бы, общество, оно же должно лечиться, дать чего-то. И мы вот до тех пор, пока мы землю не отсудили, то еще, да, мы, как бы, ни один из нас своих права не знал. Правильно? Даже и те, кто сегодня против судится, и за тех, кто уже права вступил, никто и свои права не знал, и, как бы, все думали, оно так и должно быть, да? Совпорт существует, все вокруг думают, что алцинхутинцы все крутые, там, на джипах ездят, да? Ну, когда вот с Чикалова, там, или Привольно, они говорят, да, что там алцинхут, тогда у вас проблем нет уже, так же? А сегодня выяснилось, что у нас есть проблемы, так же? Потому что, если бы Чикалова, или Привольно, или Тажики, Гута, в свое время землю не отсудили бы, не взяли бы, сегодня ни для кого не секрет, что они бы в одних условиях ушли бы, правильно? Тажики, Гута, все мы знаем, куда бы она ушла. Или Чикалова, или Привольно. И сегодня может та же ситуация сложиться и с нашим совхозом. Мы же хотели, я же говорю, вот эта ситуация должна была сложиться. И сегодня мы, как бы, все это отсудили, свои права знаем, и поэтому кому-то, видимо, не интересно, чтобы мы свои права знали, а чтобы мы, ну, молча работали. И, как бы, чабаны Гута права, у них, вот, они сколько работали, у них никогда поддержание было, то есть, ну, у них всегда сто процент сохранности, сто процентов Привольно должны давать. Это, ну, сегодня же мы же не, я же снова повторяюсь, мы не хотим разрушить этот совхоз, да? Кроме чабанов Гута права, у нас здесь есть и социалка, да, большая же, и школа, и детский сад, и трактористы, машинисты, да, все хотят жить. Поэтому, вот, если мы будем дружно, мирно жить, это, наверное, больше пользы будет, чем вот друг друга там поедом поедать, да? Земля, это же, я же говорю, это не только материальное, это моральное какое-то право дает нам здесь жить просто. Если завтра у нас земли не будет, она будет безымянной, да, все равно найдутся люди, которые захотят ее взять. А если она будет, то или Манжиева, или Санжиева, но местного парня, да, кто туда полезет, уже скажет, да, ну, не надо, да, лучше, чем я буду там. А здесь же все это сделать, это же пару кусяков, если она будет безымянной. Завтра она может такое произойти, если завтра суд наши права урежет, тогда мы, я не знаю, я вообще даже не представляю. Как она будет? Ну, что там грехотаить, да? Всякие глава, которые приходят, всегда под него выбираются депутаты, правильно? Это я в Америку не открываю, правильно? И я тоже пришел, да, как бы депутаты тоже должны были быть лояльны, да, ко мне. Ну, правда, на тот момент, я же говорю, хорошо, что такие депутаты попались, которые не поддались ни уговорам, ни чьим. Они не подписали ничего, и мы землю сохранили за СМО. И благодаря этому мы смогли свои права вступить. Депутаты народного хурала осуществляют приемы граждан, в том числе и выездные. В соответствии с этим законом, как бы, депутат имеет право приехать в любое муниципальное образование, и муниципалитет обеспечивает, в том числе и встречу с гражданами республики. Сегодня мы приехали не только в качестве депутатов народного хурала, сегодня вы все в курсе, и у нас сегодня информационная политика складывается в социальных сетях. У нас создан республиканский общественный комитет в поддержку нашего национального лидера, Вадима Владимировича Путина. То есть, о чем говорит сейчас Санав Мутаевич, эта мысль основная, это и крутится. Все мы за консолидацию общества, за возможность находить конструктивные решения, и обязательно комитет этим будем заниматься. Помимо того, что мы имеем и статус депутатов народного хурала. То есть, наше позиционирование сегодня, мы хотим в том числе и до вас донести, это консолидация здоровых сил, которые есть сегодня у нас в каждом муниципалитете и наших граждан республики. Санав Мутаевич очень правильно сказал, ради объединения и ради решения тех проблем, которые сегодня есть. Вы все свидетели, что я сегодня разговаривала с главой Теченеровского района муниципального образования Санав Младимовичем. И Санав Младимовича тоже позиция есть в том, что он заинтересован в том, чтобы решить вашу проблему совместно, сообща. И поэтому мы вот такой конструктивный диалог выстроим с вами. Вы обозначите проблему. Мы, имея тот статус, который помимо закреплен законодательно, будем решать ваши вопросы уже непосредственно во взаимодействии с правоохранительными, надзорными органами и органами местного самоправления. Если Санав Мутаевич уже по дороге рассказывал, что у вас было раньше и общение с председателем правительства Республики Калмыкия и с Министерством земельных и имущественных отношений. То есть вот этот момент мы сейчас соберем. И основная цель наша приехать и выяснить вообще ситуацию, как она есть, объективно, для того, чтобы дальше поэтапно решать. Конечно, Наталья Мутаевна меня погрузила уже в ту ситуацию, что вы прошли уже несколько судов и так далее, и находитесь в этих судебных решениях. Но благодаря новому статусу, который имеют мои коллеги и я, у нас есть возможность сегодня достучаться не только до республиканской власти. Если этот вопрос не решится, у нас есть возможность поехать в Москву и обсудить эти вопросы. Но меня радует, что сегодня позиция главы района Китченеровского Устана Владимировича Годжурова в том, что он тоже заинтересован сообща решить ту проблему, которую у вас есть. Если коротко вот так, и Наталья Мутаевич выступил еще, пожалуйста, коллеги. Я прошу и земляки, чтобы вы выступили. И мы стали владельцами сельского муниципального образования, стали стопроцентными владельцами этой земли. И мы хотели с того момента, уже вот Санава Мутаевич это дело начал, чтобы получили в первую очередь права граждане. Потому что 12 лет люди платили просто за бумагу. У них были свидетельства, но не было права. В 2013 году эту землю аннулировали, и вообще этот участок изъяли. То есть оставалась только бумага и право, что у тебя есть это право. И мы хотели это восстановить, потому что мы считали, что это неправильно. Люди здесь живут, люди здесь годами работают, и они должны иметь какие-то права. Но у нас начались проблемы, нам просто не дали возможности реализовать этих прав. Изначально, когда все это началось, Санава Мутаевич был главой, его просто убрал Валерий Николаевич, потому что он не захотел идти против людей. Валерий Николаевич хотел все это собрать в одни руки. Он хотел передать это все в район и, соответственно, оттуда распределять это землей, так как он был тогда главой района. Но мы ему отказались, но он дальше отказал. И все, его он посчитал нужным, потому что там, я не буду говорить, наверное, как, но по представлению... Я сохранила все эти бумаги, все суды. Если понадобится вообще Российский народный фронт, я подобрела. Сфотографирую все, все, все суды, все бумаги и все сходы, которые здесь происходили при бывшем Владимиром Санджичем, который был у них. Все это происходило при нем. Но все равно меня неоднократно приглашали в администрацию главы. Сюда приезжали с Минзема, Альборис Олегович лично приезжал. Он несколько раз со мной встречался. Мы ездили к Игорю Александровичу Зотову, где там прям демонстративно и открыто, не стесняясь присутствующих министров, просто в указательном тоне, наверное, приказном. Мне уже принесли готовые все планы живания, уже все размежевали. Единственное, надо было мне только подписать. Земля уже была готова и размежевана в интересах. Вокруг точки уже участки были готовы по 600 гектар. То есть оставалось гражданам, у нас территория вообще небольшая, живостоянки находятся рядом. Если делать по 600 гектар вокруг точки, там практически не остается нормального участка для реализации своих прав. То есть если я захочу на свои 82 гектара что-то сделать, я не смогу просто. Она будет то ли такая узенькая, то ли широкая, то ли там сага будет просто. Ну и мы хотели, мы настаивали на том, чтобы в первую очередь выбрали граждане. Это правильно. Свои права реализовали. Соответственно, здесь уже пошли здоровые отношения к купли-продажи. Люди кто-то, ну они свою собственность продают. Кто-то продает, кто-то покупает. Это нормально. Здесь уже начали говорить, что мы делаем неправильно. Почему люди, типа, мы у них скупали. Кто-то скупил, там купил 10, да, они организовали. У кого-то родственников больше, они собрали и сказали, давай мы сделаем, соберемся здесь, сделаем. Где-то здесь. Но здесь нет никаких там коррупционных действий. Что-то у кого-то 5, у кого-то 4, да, например. Это все здоровые отношения. Кто-то покупает, продается, организовывается. Все мы это делали. Нас обвиняют в том, что мы сделали непоправильным. То есть мы пошли по другому пути. В 2015 году у нас в Урале, в республике, отменили закон по предоставлению земельной воде. То есть мы уже основывались только на федеральный закон земельного, по статье 39.1.16. Там нет такого именно, чтобы все собрались одним скопом, все граждане, вот там пайщики 300 человек, и только тогда они опубликовывали и делали. Люди пошли, скооперировались, группами маленькими, писали заявления. В заявительном характере это все делается. А мы, как администрация, у нас не было даже средств размежевать и предоставить. Соответственно, люди собирались, приходили, писали заявления о том, что мы хотим за свой счет это сделать, вы нам только предоставите, реализуйте наши права. Потому что они уже по суду 2017 года выиграли. Суд уже сказал им предоставить. Прокуратура уже мне говорила о том, что мы должны им предоставить. А администрация мы не могли просто сделать, потому что у нас не было средств. И когда уже люди приходили, писали заявления о том, что они берут все расходы на себя, то есть для администрации это вообще никаких отрат не имеет. Соответственно, мы их реализовываем права. Они все это сделали, реализовали, через Росреестр оформили. Если бы было что-то неправильное, я так считаю, то Росреестр, это же такая организация, они бы не зарегистрировали, были бы какие-то... А получается сейчас наш суд или и наша администрация, они наставят на том все же, что мы сделали неправильно, что здесь были какие-то коррупционные действия, что я там дала по знакомству, да, каким-то этим. Но я же не могу это сделать. Я им объясняю, что мы не регистрируем, мы только отправляем, а регистрируют это регистрирующий орган. Если они считают, что все документы в порядке, они это делают. Все, мы все стадии прошли, люди уже получили. И они уже так же перешли через купли-продажи дальше, да? Все это нормально происходит, но у нас суды все равно говорят, что мы не имеем права. Я не имела права вообще распоряжаться этой землей. То есть у меня не было никаких прав. И, знаете, были проверки. Прокуратура проверяла практически каждые полгода. Следственные органы проверяли. Приезжали в ОСМИ, мы проверяли. Потом еще и так же говорили. Лично Борис Олегович мне говорил. А ты знаешь, мы тебя можем посадить. А я говорю, а почему? А потому что ты сделала неправильно, мы тебе посадим. А потом и скажешь, а у тебя дети маленькие? Я говорю, есть. Ну, значит, подождем, когда типа там 18 лет исполнится, потом у тебя, ты здесь, все, здесь коррупция налицо. Я говорю, нет, все было законно, все проверят. Прокуратура проверяет, люди пишут. Небольшая группа людей, они пишут, жалуются. Там жалобы однотипные. То есть у меня уже все документы в прокуратуре лежат. Они даже не спрашивают, не запрашивают у меня документы. Потому что любая там форма обращения, любой там другой гражданин обратился, они рассматривают, они сами уже отвечают это на все. Потому что они считают, что все на законных основаниях. И вот сейчас, например, в декабре, 14 декабря 2020 года, мы снова проиграли суд в районе. Там было лишь основание на то, суд оперся на то, что земля принадлежит вообще совхозу, право бессрочного пользования. Мы предоставили все факты того, что у них нет права бессрочного пользования, что эта земля муниципальная и не имеет никаких обременений. Но только на одном межосновании этого иска, который подали граждане, что они считали, и Черчаева, что они говорят, что у нас есть право бессрочного пользования. Мы проиграли, они сказали, у совхоза есть право бессрочного пользования, а у вас нет. То есть они вообще сейчас говорят о том, что вся территория 47 тысяч гектаров нашей земли, это принадлежит вообще совхозу. Тогда люди вообще остаются без прав. И мы хотим им вообще добиться правды, решить эту проблему. И сейчас граждане подали иск, апелляцию подали на это решение суда. Может, ждем сейчас? То есть апелляционная жалоба у вас была за Верховный суд. Да. Мы все подали, теперь мы ждем. У нас даже такие препоны делали, интересные казусы. Заставляли, вот, например, 5 из цов, которые пишут, да? 5 экземпляров граждан, например, я, возражаю, ответчик подаю, там, это там, третье заинтересованное лицо. По идее, в принципе, ну, как бы говорит, там, пятерым отправляют 5 экземпляров. Так нет же, здесь людям заставили всем пайщикам по 200, по 300 экземпляров этих копий своих исковых возражений, апелляций отправлять всем. Им хотели на этом уровне даже отказать. И ничего, люди все равно всем подвезли с лишним экземпляров. Вот такие вот томы отправляли. И только тогда прошли. В общем, ставили много всяких таких, чтобы люди просто не успели, чисто физически не смогли это сделать. Но мы, граждане, иду до конца, потому что мы считаем, что мы должны дойти до конца. Мы столько сделали, и мы хотим восстановить всего лишь свои права. Мы не хотим разваливать совхоз, не хотим ничего абсолютно. Только работать, жить и восстановить свои права. Потому что у нас на сегодняшний день поселок, я могу сказать, что он молодой. Здесь очень много молодых семей, которые не хотят даже уезжать. Многие возвращаются. Много детей. У нас много многодетных семей. Для нас трое детей, это вообще уже мало. Пять и больше, это норма. У нас здесь есть семья, которая самая многодетная, наверное, по всей республике, 12 детей. И мы все стремятся, рожают. У нас садик существует, в школах идет свыше ста учеников. Все хотят здесь жить, на своей родной земле. Всего лишь. Сад народного хурала, ваш коллега Валерий Николаевич. Все началось с него. Он здесь, на протяжении, я так считаю, наверное, и многие подтвердят, он здесь работал и был замом. Директором, он был еще у него и замом. Сколько? За техником. За техником, да. И он считает, что только он должен здесь жить, распоряжаться. А все, кто живут на годы, только его должны слушаться. Ну, никаких прав не должны иметь. А тут, понимаете, и тут какие-то мы, вот молодые, напротив него, он у нас считается всеми зелеными молодыми, мы просто стали против него, сказали свое слово. Животноводы, которых он всегда считал, что они не могут ничего сказать, не должны ничего говорить, все стали свои права защищать. Ему это не понравилось, и он всеми правдами и неправдами все это делает, целенаправленно вот это все движение делает. Получается, у нас борьба только с Валерия Николаевичем. Ни глава республики, ни Алексей Маратович, он не хотел для того, чтобы у нас забрали этой земли. Он сам говорил, что в первую очередь должны интересы граждан быть. А потом уже, никто не хочет ничего называть. Только один Валерий Николаевич, под эгидой, вот он прикрывается партией, прикрывался тем, что он был главой района. Своими рычагами он делает эти все действия, просто не дает своим землякам восполнить свои права. До сегодняшнего момента, да. А как вы думаете, для чего он? Я так предполагаю, что он, наверное, считает, что в любом случае, в любом случае, этот крестьянская, Чабчаева, когда-то, наверное, распадется, я так предполагаю, да. Или, возможно, он хочет купить это все, чтобы потом это иметь. Он убрал чабанок, потому что просто ему не понравились. Ну, не знаю, какой-то личный конфликт у них был, да? Люди судились, они отцепили свои права. Он им говорит, делай так, и все, вот как хочешь, делай и все. Если человек берет. Он привык. А когда, да, вот земля пришла, и люди неоднократно приходили, собирались группами, хотели отдать в аренду свои пои. Даже не разделивши еще. Просто получили свои права, хотели люди отдать, сказать, говорили, возьмите наши права, поиним. Мы будем, мы согласны, вы платите только налоги. Мы хотим работать в совхозе, мы хотим сохранить его. И у вас будет аренда, и у вас будет земля, у вас будут рычаги, вы можете брать, пользоваться там, да, налогами и субсидиями, и всеми и тому подобными. Он нам сказал, я так у вас заберу, зачем мне еще платить за ваши налоги? Я ее так у вас заберу. Своим голосом, привет, он говорит, отказывайся от своих поев. Я сам лично, говорит, отказываюсь. У меня 4 пои, говорит, я отказываюсь. Нет, он на уровне. То есть, кубики сделал, лишил людей, вот это же. 6 человек, когда 4 оказались, 6 человек. Я регрессивность, я просто получаю прокрессивность. Когда они начали уже эти пои ожили, они начали бегать, а вот все, они уже ушли, они убили все эти пои. И автоматически, вот так он все, а мы начали на камеру снимать, сразу, которые налоговую работали, там на работу, наверное, сразу они не говорят, что он наткался, мы им начали молчать. В целом, делегация выложила, все отказались от поев. Жалобы в прокуратуру писали, обвиняли меня в коррупции, то, что я предоставила земельный пай своему отцу. У моего отца земельный пай был еще в 2007 году, представлен, я ему сейчас не могу, просто не обретариваться. Он только лишь восстановил свои права. Писали жалобы, вот прям на этом мотиве, что все, здесь коррупция, она предоставляет своему родственнику, своему отцу. Ну, здесь, конечно, не находило подтверждения, потому что все в рамках закона, да, и я сделал все по-правильному. Я был так, скаином, я тоже, они тоже спрашивали, почему мы, как бы, Лену там, землей было, все мы ругались, здесь приезжал Минзем, Минзем, когда вот Николай Чебьян у нас лично на эти земли, мы, с Арам Матайчем, пять человек было, мы поехали, нанимали первого адвоката только, ну, как бы, тему мы эту развивали, потому что люди тоже никто не хочет Николаевичем с ругаться, половина села здесь родственников точно василей, понимаете, и вот, как бы, всю эту тему тоже взяли, мы начали, начали, изначально, потом пошел с совхозом работать сюда. Вообще, вся проблема в Николаевиче, отсидывать, отсидывать, Валерий Николаевич, у нас лично у нас здесь проблемы в нем, мы хотели работать все совхозу, общий долевой отдать, все кописи, мы общий долевой куском отдаем, все, он нам этого не дает делать, разно мы замереживали, приходим ему 10 человек, вот лично я проходил, ребята со мной 10 человек, мы проходили, говорили так, давайте, Николаевич, мы будете брать совхоз, наши земли в аренду, получается, без оплаты, мы просто отдаем его аренду, он не хотел брать в аренду, не хочет просто, я с ним разговариваю, он начинает на личность ко мне переходить, вызывать кланами со мной подраться, как депутат Народного Урала хочет, вызывая этот клан свой, я вызываю свой клан, мы будем драться, вот здесь, были со мной 10 человек, вот такое было, а когда мы с ним встречаемся, его листья вдвоем, он меня убить хочет, я смеюсь, он говорит, я убил аренду, я говорю, давай сейчас убей меня, я говорю, на пенсию выйду, убей меня, ну зачем, сейчас возьми меня убей, все, вот так вот было, все это просто, говорите, вот так мы за Леном, все это вот так вот, все Николаевича одна проблема у нас, вот он все на палке, колесо ставляет, мы все хотели работать, люди хотят работать, он взял меня, уволил по САКе, вот парни тоже со мной, мы работаем, он чемпаном работал, я просто прав, мы правда восстановились, через два суда прошли, восстановились, вот так, взял просто, уволил, это просто, это личное, наверное, где-то, или что, и как бы, потому что, мы должны, как все молчать, и сидеть. Ни наши родители, ни чьи родители, ни чьи не писали, такого не было, если ты написал проктору, значит, ты уже, слава Богу, типа, столько чьей не было, да, никто не писал, ничего, и друг на все жили, а вот это пошло, это начали друг на друга писать, и уже, куда деваться, приходится тоже, нанимать адвоката, и вот это все тоже, писанины пошли, мы же не знали, что такое даже, как бы, суд проходит, суд за первые зашли, чуть в обруб не упали, это даже, всем селом, ну, оттуда, конечно, вышли победители, а потом, в конце концов, проигрывали всегда, потому что, ну, не исправили, и уже, с первого он дает решение суда, что вы выиграли, а потом, с другим же решением, так же он проиграл, тот же судья, и делает так, добро, мы сидим, ждем решения, он говорит, так, сегодня не будет, до 5, завтра, вот, 10 часов приезжайте, а уже, 5 минут осталось, когда я работаю до 4, мы сидим, 5 минут осталось, решение суда будет завтра, в 10 часов, ну, мы думали, все нормально, в 10 часов он звонит по телефону, все, мы проиграли, вот, такое бывает, на спешнирах, это районный суд, это везде так, даже господин, как он сейчас звонил, он, такой хороший, сладкий, и это, конечно, все эти движения, с Валерием Николаевичем, говорит, я не Валерий Николаевич, я не Ляинский, поэтому, по-нашему, как он говорит, я не Ляинский, и они вместе, двигаются, тогда мы все знаем, мы даже знаем, что творится, белым доме иногда даже, если так честно. Просто изначально, когда мы разговаривали, вот, Валерий Николаевич, я говорю, ты же нас за людей не считаешь, ребята со мной присутствуют, Александр Мутаевич был, здесь 10 человек, ты у нас людей не видишь, а почему он такую фразу говорил, свидетель Хандоков, Сергей, Сергей Анатольевич, он тогда депутатом был, он ему говорит, когда хотел все земли, чтобы потрясали депутаты СМО, он говорит, а как, надо людей не поузнать, как мнение людей, а где ты взамен людей видишь? У нас, у нас люди людей даже нет. Там одна быдла, вот так вот. Мы-то его начали вызывать в спортзал, Кюнь, 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 давай приезжай в спортзал, поговорим, как он раньше делал. Он от вас пошел. Почему-то избирком оказался весь совхозный. Специалисты совхоза стали в избирательной комиссии. Участковой комиссией стали специалисты Чепчаев. И мы когда принесли документы, мы все документы, я тоже была кандидатом, меня за два дня до выборов вычеркнули из бюллетени. И когда вот это, мы каждый самовыдвиженцы, беспартийные, на эти прошлые выборы, мы носили все документы сами. Ну вот нам сказали, это принесите, то принесите. Мы приносили в избирательную комиссию местную. А Единая Россия и все документы привезла юрист администрации за всех. Это какая у них была крыша получается. А сейчас вы утверждаете, что глава района, будет за нас сейчас переживать, за нашу землю. Не будет он переживать. Если его юрист привозил документы в местную администрацию, вот этих именно депутатов, значит, никакой надежды на помощь главы района не стоит даже надеяться на это. Потому что мы почувствовали на выборах, что оттуда сверху идет прессинг. И в Верховном суде, мы когда тоже судились, уже последняя инстанция стала. Уже скоро выборы, а нас не пускали, не регистрируют и все. Мы вот в Верховном суде, суд прошел, и нас вычеркнули. Решением суда, Верховного суда, нас вычеркнули. Потому что глава вот этого, председатель избиркома, Будряев Миндиян, он, когда мы в районе выиграли суд, он там же в зале сел писать апелляционную жалобу. На это. Вот районный суд вынес решение зачислить там Горяеву, Наталью, там еще кого-то, кандидатами в депутат. И он сразу сел и говорит, а я буду протестовать ваше решение. Я вот своим землякам сейчас предлагаю все спорные моменты по земле решать вот здесь. На общее собрание вынесите, скажите, меня обидели, меня обошли. Мы соберемся, найдем концы, кто виноват, у кого может какие-то документы есть, подтверждающие, или подскажем, как мы делали свои фаи, как мы доказывали, что мы наследники. Придите сюда, скажите проблему. А эти люди, вот Горяев Петр Мутович, он в Сельский Совет не забегает, мимо пробегает и бежит, жалуется. Нет, чтобы прийти сюда, свою жалобу нам рассказать. Помогите. Мы бы помогли, мы же делали уже эту землю в 17-18 год. У нас есть опыт. То есть у вас есть активно? Да, активно. Ну подойдите и все. А нет, он мимо пробегает, даже в Сельский Совет не забегает. И бежит, жалуется. Вот эту практику надо прекращать. И если вот у вас сейчас у кого какие-то проблемы есть, обращайтесь. По обращению, которое уже поступило к нам не только как депутатам народного права 6-го СССР, многие задают вопрос, в том числе, почему нет здесь Валерия Николаевича, Ачирова, депутата от фракции «Единая Россия». Дело в том, что мы сегодня представляем Республиканский общественный комитет поддержки Владимира Владимировича Путина. Мы сегодня открыто говорим, мы за национального лидера, но мы против тех действий, которые предпринимают муниципальные власти, районные власти, республиканские власти по той позиции и той политике по отношению граждан нашей республики. И мы от этой позиции не уйдем. Почему и Арслан Борисович сказал, мы сегодня имеем свою точку зрения, и в принципе нам никто не может запретить говорить. Сегодня Тамара Артемьевна уже разлетелась, 6 тысяч с половиной просмотров по республике ее уже знают. Валерий Артемьевич правильно говорит, критикует первого главу, второго главу и так далее. Это нужно говорить, потому что есть объективная сторона, есть необъективная. Вот как по отношению к нам могут сказать, вы правы в этом вопросе, а в этом не правы. И когда вы сегодня обратились и сплотились вокруг, наверное, самого главного вопроса земельного, поскольку в обращении вы указали, самый главный это вопрос выделения земельных поев, и второй вопрос по вашей коллеге, по вашей землячке, цепсиды, да, о том, что сегодня ее освободили от должности главы СМО по надуманным обстоятельствам. Вот эти два вопроса ключевых, помимо тех, которые сказал Тамара Артемьевна, экология, да, вода, газоснабжение, так далее, и дорога, мы будем заниматься пока этими вопросами, которые указаны в обращении. Сегодня Арсен Борисович правильно сказал, нужна инициативная группа. Мы готовы встречаться. Кто-то даже из вас сказал о том, что районная власть не готова, потому что они сами заинтересованы. Я бы пока не спешила с выводами. Почему? Давайте вот на этой волне конструктивного все-таки взаимодействия и объединения начнем работать с муниципалитетом. Да? Начнем с таких шагов. Вот нам сегодня нужна инициативная группа. Я знаю, что Саган Циркюнов с нами поедет, и как бы, если мы уже пойдем к главе района, уже вместе с нами пойдет. И я даже уверена, Исанав Макияевич тоже пойдет с нами, скажет, я готов пойти и обсуждать эти вопросы на уровне района муниципального образования. Следующий шаг это непосредственно работать с правительством. Не только с Министерством земельных и мощного, а на уровне правительства республики. Глава республики, правоохранительные надзорные органы, прокуратура республики Калмытия. Самая главная мысль, о которой рассказали мои коллеги Медмир Горяевна и Санал Валерьевич, законное ваше право по выделению земельных участков никто не может отменить. То есть, да, об этом все говорят. Но я хочу сказать, я согласна, есть административное давление, о котором мы говорим, есть заинтересованность в отношении тех людей, которых вы сегодня уже адресно назвали. Но сама ваша публикация в СМИ, она дает другой эффект. То есть, те люди, о которых вы сказали, героев, они завтра отступят от этой ситуации. Почему? Потому что вы предали это общественному признанию, понимаете, и народ будет знать, оказывается, в Алтунку темы не можем получить земельные бои просто потому, что есть, оказывается, тот, тот, тот и третий, да. И эта ситуация, наоборот, говорит о том, что ваш вопрос, он решится, и наша задача, как депутатов Народного права, как представителей Республиканского общественного комитета поддержки Владимира Путина, помочь вам. Поэтому начнем подступательно. Нам нужна инициативная группа, мобильные телефоны, и пойдем потихоньку двигаться. И мы не говорим, мы не волшебники, мы сейчас вам пообещаем и увидим и скажем, вот завтра вы прям получите ваше право, никто не опровергнет ни в судебных инстанциях, ни в надзорных. Но то, что будет движение и будет движение в положительную сторону, вот об этом мы можем сказать. Это будет однозначно. Поэтому спасибо вам за то, что вы нас сегодня приняли, пригласили и думаем, что будем как раз совместно с вами работать на результат, который нужен вам и в первую очередь нам, как представителям не только комитета, но и депутатам Народного Федора. Команда канала ЗАНОнлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цеденов.